3, 2, 1 Всем доброго времени суток, вы на канале Geek & Geek Сегодня у нас первый выпуск кинозала И в рамках сегодняшней программы Я бы хотел немножко рассказать о своей видеоколлекции DVD Сейчас, конечно, это немножко неактуально Коллекционировать DVD Так как в основном люди что-то скажут через интернет Что-то смотрят в онлайн кинотеатрах У меня, допустим, недавно был случай Когда меня отрубили на 3 дня от интернета И вот реально помогло то, что у меня были фильмы на DVD И пару фильмов спасло, так сказать, мой вечер Александр, как вы относитесь к DVD-коллекции? Нормально отношусь Хотя это и пережиток по-русшему Все смотрят Ты все сам сказал Народ смотрит в интернете 4К-телевизоры На которых DVD уже, наверное, выглядят как VHS практически Без разрешения Блю-рей уже тоже скоро, наверное, уйдут В смысле будут какие-то 4К-блю-рей, если еще их нет Но, опять-таки, если вы Игорь, у которого отрубают электричество Не электричество, а интернет То, пожалуйста, конечно Ну, не знаю, я просто облюблюсь Что целом на полочке Как вот игры собирают на полочке Так же у меня Поэтому, что игры немножко другого формата Но, опять же Вот Сегодня, в общем, представлю 10 позиций Это будет ни в коем случае Ни какой-то не топ Ни лучшие вещи А просто То есть, как бы, часть такая небольшая В своей коллекции В алфавитном порядке Вот Начнем с самого первого фильма Этот фильм Скажем так С моим из любимых Таких экшн-актеров Джейсона Стэйтема Вот до этого я смотрел фильмы Типа Перевозчик Револьвер Гайоричи То есть, вот таких фильмов С таким черным юмором С флешер-элементами Я еще не видел Это фильм Адреналин Вот Действительно, такого Юмора чернушного Я ни в одном из его фильмов Еще не видел То есть, просто Я помню На меня такое Впечатление произвел Очень Необычное, скажем так Ну, такой веселенький, прикольный С экшоном С кровишкой С отрыванием конечностей Как вам, Александр, вообще фильм? Что скажете? Адреналин один из моих любимых фильмов Со Стэтэмом Но я вообще тоже фанат Стэтэма Скажем так Несмотря на то, что Актер, он, конечно Своеобразный Скажем так Морды кирпичом И вперед Как говорится Но, блин В современном кино Не хватает таких боевичков Как 80-е, 90-е И таких героев Как Стэтэм Поэтому он, наверное Чуть ли Из таких Из молодых Ну как, он уже Он тоже уже не молодой Он уже уже не молодой Но вот я, допустим Не вижу его пока Никакой такой вот смены Но по сравнению Со Сталлоне Шварценеггером Ван Дамм и прочим Он, конечно, молодой еще Относительно Это да Вот, поэтому Он как бы вот Скажем так Взял Принял эстафетную палочку Экшн героев Да, экшн такого Фильм Адреналин 1 Мне очень понравился У меня он есть По-моему Я не помню А, он у меня есть Тоже на DVD На лицензионном Вот И Ну, блин Он прекрасен Скажем так В нем Есть Экшн Как правильно сказал Гарек В нем есть Скажем так Комедийные моменты Присутствуют В нем есть Абсолютно абсурдный момент Типа Когда он там На этих диких наркотиках К самом конце С каким-то врагом Как Как Годзилла Они дерутся Помнишь Это же в первой части Второй А, во второй Ну да, пардон Но все равно Короче Очень много классных моментов Каких вот именно Не знаю Наш вот таких вот Трэшевых моментов Скажем Трэш Экшен Такого вот Слэшер какой-то Даже присутствует Короче Фильм Кто там у них Режиссер-то Режиссер Там какие-то брать Марк Невилдин И Брайан Тейлор Ага, вот Да Вот эти ребята Они молодцы Мне у них очень понравился Вот первый Адреналин Второй Адреналин Неплохой был Фильм Геймер Я помню Ну такой Такой Неплохой Такой рядовой А потом они Решили Связать комикс Тематику Со стилем Адреналина И у них Получился Призрачный Гонщик 2 Не смотрел Я смотрел Ну ладно Только давай не будем Мы сейчас о хороших фильмах Давай, давай И продолжай О хорошем фильме И о первом месте Приходим к Адреналину 2 Как раз О, этот фильм мы смотрели В кинотеатре с тобой Да Блин, второй Адреналин Сейчас я скажу Извини Пока у меня просто Да, да, давай, конечно В голове Второй Адреналин Я помню Что после выхода первого Все очень ждали второй Ну многим понравилась Первая часть Но почему-то Но почему-то вторую часть Несколько Прохладнее Так приняли Скажем так Оценки на генопоиск У него поначалу Четыре с чем-то Из десяти А то и меньше По-моему Да То есть просто Честно говоря Я вообще не понимаю Почему Потому что мы вот ходили В кинотеатр На второй Адреналин И это просто Я не знаю Возможно Мне даже Отчасти даже больше Чем первый понравился Он еще более Скажем так Трэшовый Он более трэшовый В нем больше Вот этого всего Безумства А именно да Как вот Саня сказал По поводу сцены Типа Годзиллы Вторая часть Там просто Мега трэш Но да Такой он так Мега дешевый снят Но это же Блин Это же фишка Фильма Это его бред наркотический Все нормально А кстати Сцена Со скачками Это первая или вторая часть? Скачки Скачки Так Подожди Там где они Я понял Где Сэмби Смартом Там да Да Вот я не помню Какая часть Ну ладно Фикс По-моему Это в первом фильме было Но если В любом случае Там отличная сцена Тоже Если кто смотрел Адреналин Нет Второй Второй Это был точно Второй адреналин Все да 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 Шикарная сцена Короче Кто смотрел фильм Тот меня поймет Кто не смотрел Посмотрите Это очень необычный фильм Со стетом После него даже такого не было Такого уровня трэша с ним не было Ну и конечно же этот момент Как ее эту китаянку Или Как ее звали Да 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 Я не помню Как ее звать Мин Ли какая-нибудь Ну не важно Мин Ли она крутая да В общем И очень крутой Дэвид Кэррадайн Да ребята Роли старика китайца Там просто Если вы любите боевики Если вы любите упоротые такие моменты в фильмах Если вы любите комедии Если вы любите стетом А если вы не смотрели эти фильмы Хотя вряд ли Но если смотрели Просто советуем Советуем Это просто Не знаю Это лучшее что есть В современном фильме Вот таких жанров Смежных Такого река снимают Смотреть всем Короче Вторая часть Я не знаю Ну 10 из 10 Там первая 10 из 10 Вторая 10 из 10 Не слушайте тех Кто говорил что она Они разные Они разные Финал второй части Где он показывает Обугольный фак в камеру Это великолепно Давай братья и финал Сцена после титров И начало Начало с лопатой и асфальтом Это просто Да Сцена после финальных титров Намекающая что В принципе возможно Третья часть К которой к сожалению нет Но вдруг когда не будет Я думаю что может быть Там просто сборы были маленькие Как бы И опять же Разгром критики И так далее И это может быть Повлияло на то что Ребята решили пока На него забить Я надеюсь что пока Да Мы надеемся что они еще снимут Ладно Мы затянули про эти два Давай дальше Первое место Мы закончили Второе место Занимает Мультим моего детства Который я первый раз Увидел у сестры На видеокассете В авторском Замечательном переводе Потрясающий Диснеевский шедевр Мультфильм Аладдин Вот Первая часть Мне очень понравилась Я ее пересматривал Очень много раз Именно в авторском переводе На этом диске Я ее до сих пор не смотрел Я даже не знаю Какой там перевод Честно говоря Ну там понятно что там Дубляж Понятно что не тот перевод Понятно что не тот перевод Вот Но я думаю что в дальнейшем Подумаю себе приобрести Может быть от издания От киномании На котором я надеюсь Будет тот самый перевод А может они будут Они же там тоже меняют переводы По-моему Подожди Ты имеешь ввиду Вот той самой киномании Да От пиратской Да Они выпускали Аладдина Не уверен Я тоже Ну ладно Фиг с ним Я тоже не уверен что не выпускали В общем мультфиль потрясающий Я смотрел потом Помню вторую часть Возвращения Джафара Я ее не помню Я ее посмотрел один раз Я ее не помню Да Кстати нужно уточнить Что это же все лицуха Да Мы тут как бы пиратку Это лицуха Мы тут пиратку не пропагандируем Если что Это лицуха Хотя мы с вами знаем Что некоторые пираты Будут получше издания Чем лицух Мы только никому не говорим Это все лицуха Вот В общем да Отличная вещь Вот как бы А вот после возвращения Джафара Вышла по-моему Третья часть Называлась он Король разбойников Она была на видеокассете В одноголосом переводе Смотрела Наверное раз пять Мне третья часть Очень понравилась Вторая вот вообще Не запомнилась Совершенно не запомнилась Рассказывай Рассказывай Все лицо Да я в принципе Уже рассказал мнение Я жду ваше мнение По поводу Аладдина Что тут можно сказать По поводу Аладдина Аладдин замечательный мультфильм Мультфильм Один из мультфильмов Такого Ну наверное все таки Не детства А такого Подросткового Наверное даже Периода Чем детства Не знаю На равне наверное С Королем Львом Мои любимые мультфильмы Конечно были всякие Еще красавицы Чудовище И прочее Но блин Вот Король Лев Аладдин Аладдин Он такой был Дерзкий Такой Прям Там один Джин Ничего стоит Скоро планируется Фильм Аладдин Который будет снимать Кто Кто будет снимать Горячие Вот Так что это будет Наверное Я прям вот Хочу посмотреть Именно на экране Горячие Я думаю что Из режиссеров Он прям очень подходит Именно под адаптацию Вот этого мультфильма Джин должен играть Винни Джонс не меньше Ладно К сожалению Там он будет озвучивать Не озвучивать Не к сожалению Там Уилл Смит В общем Так он Что значит озвучивать Он его играть будет Я не знаю Там еще даже В трейлере Не показали Джину Вообще Да То есть как бы Игорь говорит Что он конкретно Этот диск не смотрел А в принципе Здесь есть какие-то Удаленные песни Удаленные сцены Может быть Это даже есть сцены Которые мы даже не видели Возможно Так что тебе надо Это посмотреть В общем Мне про Аладдин Нечего сказать Кроме того Что это вообще Супер классика Что я обожаю этот мультик Это мы все его смотрели Как бы нет такого человека Не смотрел Скорее всего По крайней мере Нашего возраста Уж точно Замечательный мультфильм По поводу издания Ничего не могу сказать Ну Думаю Думаю все нормально Думаю да Продолжайте Так Третье место Это фильм Голгострой Первый трейлер Его были показаны Наверное За лет 5 До выпуска Фильма Я знаю Что его Переделали Несколько раз Что-то там Переснимали Это Как бы Экранизация Рассказов Николая Васильевича Гоголя Ну Не совсем бы Я бы сказал Когда я его посмотрел Я понял Что все таки Это не совсем Эдаптация Это как бы Типа Продолжение Сделано Это Ви Ви 2013 Года Выпуска Ну Что могу сказать Это какое-то Совместное Производство Российское Какое-то Или чисто Наше Россия Чисто Нашим Именно Российский Фим Просто В нем Был приглашен На главную роль Джейсон Флеминг Который играл Карта Деньги Два стола Первом Перевозчике Карта Деньги Два стола А вот Одного из четырех Который В конце Пытался Достать Руживо Из пруда Вот Что могу сказать Я помню Когда фильм Вышел Его Как-то Сразу Люди Заплевали Тоже Слышал Очень много Негативных Отзывов Читал Негативные Лицензии Рецензии Рецензии Вот Хотел на него Пойти в кино На начале Потом Почитав Думал Блин Наверное Какая-нибудь Хриня Вот На самом Я просто Советую Никакими Читайте Рецензии Идите Сами В кино И смотрите А вдруг Вам понравятся Фильмы Бывает Потому что Наоборот Бывает Советуют Ты идешь В кино И думаешь Ну и Чего Ну это Не знаю Он Он То есть Он Сценарий Фильм Он Не основан Именно На Повести Гоголя А он Как бы Рассказывает Что Было Дальше То есть Переворачивает Немножко Как бы Суть Оригинального Рассказа То что Там Мистика Или не Мистика Или что То есть Еще Происходило То есть Фильм Советую На самом Деле Посмотреть Просто Как бы Сразу Поготовиться К тому Что Это Сделано В принципе Не как Ужастик А как Ближе Наверное Как Приключенческое Фэнтези И Ни в коем Случше Надо Его Ассоциировать Со Старым Фильмом Вим И Вообще С Рубашки В картонной То есть Очень хорошо Сделано Мне Такие Вот Нравится Издание Которое Как бы Пластиковые Боксы В картонной Объездки Внутри Правда Некрасиво Внутри Обычные Да Внутри Обычные Абсолютно А та Картонная Рубашка В принципе Все Неплохо Смотрел Фильм Уже Два Раза Думаю Еще Посмотрю Тем более Скоро В следующем Году Выходит Его Так что Да Там уже Будет В Китае Происходить События Одних Израилей Преволосили Джеки Чана И Шварца В общем Жду Хочу Посмотреть Я рад Что Наши Такие Фильмы Делают Мне Очень Понравился Александр Что Вы Можете Сказать Ничего Не могу Сказать Я его Не смотрел И не Собираюсь Если честно Я могу Сказать Что Мне Нравится Старый Вид Про Который Ты Говоришь Что Отношения Не имеет Вот Но я не смотрел Вот это Не хочу Хотя Может быть Я как бы В принципе Игорю доверяю Что может Он и неплохой Но нет Желания смотреть А вот Паночка Наше Все Мело Вокруг Себя Рисовать Круг Вот И танцевать Вокруг сумки Все Это тот фильм Я люблю Про это ничего Не могу сказать Извиняюсь Не смотрел Продолжайте Так Следующая позиция Опять же Это мультфильм Но такого Мы уже Не Детство Он Скорее Такого Подросткового То есть Я уже Посмотрел В достаточно Таком Сознательном Возрасте Это был Наверное Один из Первых Мультфильмов Который Взял себе В видеопрокате И по-моему Один Из Последних Мультфильмов Когда Дисней Именно Рисовал То есть Была рисованная Графика У них вроде Еще Относительно Новый Какой-то Про лягушку То было Правда Я не смотрел Потом уже Он как-то Уже Вышел Когда они Стали Компьютерные Мультфильмы Делать А потом Вдруг Они Оп И решили Как бы Вернуться К классике Сделать Рисованный Мультфильм В том-то и круто Причем Он прям В таких В классическом Таком стиле Сделан Вот Все собирается Смотрел Я тоже Не смотрел Это Мультфильм Геркулес Мне Мультфильм Очень понравился Вначале Он как-то Для меня Была Немножко Необычная Сама Его Анимация Она Мне показалась Такой Дешевоватой Дешевоватой Какой-то Как бы Типа Люди Отдыхали Когда его Делали Особо Не старались Делать Продоподобно Но потом Я прям Вот Посмотрел Второй Третий Раз И понял Все его Прелесть Там Потрясающий Юмор Очень хорошая Музыка Анимация Действительно Красивая Просто Она Была Немножко Необычная Необычная Мультипликация И больше Наверное Этот музык Запомнился Мне Благодаря Игре На PlayStation 1 По этому Мультфильму Игрушка Была Потрясающая Очень Красивая Анимация Интересные Были Уровни Музыка Конечно Супер Будьте Классные Музыка Советую Посмотреть Приключенческий С юмором Хороший Наш дубляж Сделали Я Уже Смотрел В дубляже И Мне Очень понравилось Хороший Музыка Александр Что Скажете Ну Опять Таки Если честно Я не очень Помню То есть Наверное Я его смотрел Но не очень Помню Я Больше Помню Сериал Мультсериал А Да После него То же самое В принципе Он был так же Примерно Рисован Единственное Что По поводу рисовки Тоже соглашусь Что Мне тогда Не очень Она доставляла Да я не могу сказать Что сейчас Мне сильно Этот стиль доставляет Но он Скорее Ну то есть Я понимаю Почему он такой Он типа Как вот Под такую Под мифологию Какую-то сделан Вот Всякие Завитушечки Такие Как на каких-то Старых Изображениях Вот этих всех Богов Негреческих И прочего Вот Ну то есть Я ничего прочего не имею Это На жизни это хорошо Но просто Я больше люблю Совсем классическую Диснецскую анимацию Опять-таки Как Король лев И прочее Хотя в принципе Немножко Там того же Аладдина Это немножко Смахивает Так Отдаленно Отдаленно Он знаешь Мне прям Вот анимацию Поняли Тоже Наши советские Бультфильмы Были про богов Всякие там Типа Олимпийские игры Там был Потом Еще Какой-то там Были Мультики Про Древние Ну Про Сурик Про Древний Рим Понятно Я не помню Но Наверняка Так и было Вот оформление Собственно У диска Какое-никакое Но присутствует Хотя конечно Сзади Такой неплохой Арт Да Ну в общем Опять-таки Не помню Смотрел ли Наверное Смотрел Но Видимо Не очень Запомнилось Тут тоже Что у нас Есть Есть дополнительные Какие-то материалы Ну Это так Ремастер Как я понимаю Высококачественное Сфероизображение Написано Вот Что тут еще Из дополнительных Материалов Создание дизайна Анимации Для фильма Мискалопедия Дисней Греческой Мифологии Рассказы о создании Но Никаких дополнительных Сцен нет Не так ценно Как Аладдин Но Нормально Наверное Ну тоже Ничего не могу сказать Просто не помню Наверняка смотрел Но не помню Давай дальше 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 Действительно Такой необычный Фильм Он действительно Необычно Во-первых Снят Снят по мотивам Комиксов Фрэнка Миллера В таком Черно-белых Тонах С добавлением Желтых И по-моему Красных Тонов Такой Нуарный Триллер С элементами Боевика С потрясающим Набором Актеров То есть Там Начинает Микки Рурка Джесси Ки Альбы Клайва Оуна Элайджа Вуда В общем Куча Актеров И этот фильм Город грехов Кажется Я смотрю И понимаю Что мы уже Немножко Немножко Обманули Да Потому что Это Издание От Киномании Это Коллекционное Издание Это не лиц Не лицензия Ах ты Ах ты Нехороший Ну это Потрясающе Ну оно Конечно Будет в 10 раз Повыше Чем лицензия На самом деле Да Киномания Была Очень хорошая Ребята Делали Диски Я даже Помню Как мы С Шуриком Познакомились С киномани Это было На горбушке Вот В одной из палаточек Увидели Диски Мы даже Ну как бы Действительно Было Очень крутое Оформление Вот вы видели Оформление Всего того Что мы показывали До этого А теперь Покажи Это оформление Посмотрите Какая красота С обратной стороны Еще покажи Красивые Вот это пираты Да Просто Я Вообще Вообще Не могу сказать Двуслойный диск Наличие Дубляжа Закадрового перевода Английской дорожки Русские субтитры Английские субтитры То есть Вообще Куча всяких Там допы То есть Там Куча всего было Да Мы сказали Что мы тут Не рекламируем пиратство И после этого Такие Боже мой Великолепные Потрясающе Вот это все Предыдущие В пометке Не годятся Ну На самом Не Ну фильм крутой И здание Что ты не сказал Мне сразу Что будет пиратский диск А я тут уже Спел песни Про то что мы Не поддерживаем пиратство Ай-яй-яй Ну просто Самая история была Во-первых Интересная С покупками Вообще На дисках На Амане То есть Мы пришли на горбушку Да Вот эти диски стоили 300 рублей Я там купил Убить Билла Убить Билла Фильмы Горичи Большой куш Там еще тут покупали Вот по 300 рублей Брали Потом думаем А что мне заехать На Сайловский рынок Там посмотреть что-нибудь Приезжаем на Сайловский рынок 150 рублей Вот Просто Да Потом я помню Стали В общем Отслеживать фильмы Которые у них появлялись То есть У Киномании Был собственный сайт Заходишь на сайт Там прямо Пресс-релизы Когда что выходит Все Хорош про пиратов Мы что-то уже Вообще реально Это можно сделать Отдельный ролик Вообще на эту тему На тематике Киномании Да Кстати Вообще Про крутых пиратов Их уже было Несколько крутых пиратов Как минимум Три Четыре Четыре Про них можно сделать У меня что-то даже осталось Из диска Да Кстати Вот можно будет Снять Это потом уже Да ладно Ты лучше про фильм скажи В общем нет Горгерф Это потрясающая вещь На самом деле Фильм Который я смотрел Несколько раз Я до этого Я подобных Фильмов не видел То есть Это не просто Банальный боевик Не просто банальный триллер Это такая вот Нуарная история Которая сочетается Как бы ну Все Элементы боевика Элементы триллера Драмы Какой-то такой Жестокости Очень колоритные персонажи То есть там Потрясающе Микки Рурт Там вообще великолепен Там такой грим Что просто Громило там Тут просто состав Я говорю Прям вот Бениси Дель Тор Джессика Альба Британи Мёрфи Клайф Олун Микки Рурт Брюс Вилли Сылает живут Режиссёр Роберт Родригес Приглашённый режиссёр Коэтин Тарантино Чё ещё нужно Очень крутой фильм Правда потом Спустя по-моему Десять лет Или восемь Вторая часть Вышла вторая часть И меня она Честно говоря Зачаровала Если бы Допустим Вторая часть Вышла бы через год После первого фильма Я бы сказал Ну да Ребята там Вроде ничего Помогли бы снять Получше Ну как бы Через восемь лет Я ожидал чего-то другого Более интересного Вроде бы ничего Но Как бы Уже так все Но первый фильм Конечно Шедевр Шедевр Который Можно Пересматривать 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 Александр? Да ты собственно Все про него Сказал Мне тоже фильм Это очень нравится Вот Прежде всего Визуальный стиль Как ты уже говорил Опять таки В котором он снят Вот это вот Черно-белый Такой нуар И неожиданное Появление этого Мужика с оранжевой башкой Да-да-да С оранжевой кровью Там вот это все Да Вот Снят Замечательно Потом Я не помню Как актер это зовут Элайт Джи Вуд Элайт Джи Вуд Который я с вами путаю С Дэниелом Редклиффом Они вообще Я Я до сих пор не понимаю Кто из них кто Если честно Вот Но Он там Такой знаете Такой Персонаж Мне кажется что В других фильмах Вот в подобной Роли В такой вот В похожей Я наверное даже его и не видел Я тоже не видел Там даже такого прям Да Он тут такой Маньяк Такой Щелкнутый психопат Маньяк Да Для него была такая Необычная роль Она тоже небольшая Но она прям запоминается Не то чтобы я много С ним фильмов смотрел Но обычно У него По-моему У него таких ролей Совсем другие роли Не было У него другие роли Совершенно Вот Поэтому как бы Я думаю что он себе Однозначно может Это записать Своё Актерское резюме Да Да Крайне необычная Для него роль Да В общем фильм Фильм классный Смотрится здорово Как Такой боевик Ну не боевик Да А как это назвать Там смесь Триллер Детектив Драма Ну а Ну экшен В общем месте Как бы да Они сделали Короче Всем рекомендую Я думаю что По большинству И смотрели Вторую часть Я не смотрел Потому что Подозревал что Это будет Некое Ну разочарование Потому что Слишком много Времени прошло После серы Ну я могу сказать Так оно на самом деле Есть Ну я не буду смотреть Ну для меня это было Как бы Вообще Я не того ожидал Я ожидал увидеть Что-то прям Такое Хотя бы нормальное Где за лет 8 Можно было бы снять Но это лично Моё мнение Может кому-то Второй фильм И понравился Я не знаю Там должен быть Хороший набор актеров Ну как бы И то что в таком стиле Снятым Ну как-то не так Ну бывает В общем Первую часть рекомендуем Тут вам и Брюс Уиллис И этот Как его я забыл И Микки Рург И вот этот вот Эвайт Живут Джуниор Короче Фильм хороший Фильм классный Да Согласен Все что могу сказать Приходим к следующему месту Этот фильм Я ждал Мне он сыграл Джон Траволта Которого я до этого Уже там На протяжении Долго времени Я его просто не видел На экране И вдруг он появился В таком образе Такого прямо Экшн героя Лысая башка Бородка Такой Брутальный Дядька Фильм Совместная работа Люка Бессона И Пьера Морреля Который снял 13-й район Фильм Ты не тряси Столу Из Парижа С любовью Отличнейший Экшн Отличная роль Джона Траволты Не закрывай только себя А то камеру так будет Просто вот Бомбовский фильм На самом деле Он такой Легкий сюжет Юмор Экшн Блин Фильм потрясающий Я люблю такие фильмы Когда ты смотришь Прямо так На расслабоне Как говорят Селы Взрывы Драки Экшн Там Джон Траволта Там харизматичный Просто его До нельзя Как вы поняли Для Игоря Взрывы Это расслабон Все нормально Расслабон Ну он сделан В силе такого Расслабон На самом деле То есть там сидишь Просто под него Отдыхаешь Отдыхать под взрывы Кому тоже так нравится Ставьте лайк Да Не знаю Шутка Ну вот Опять же По поводу самого диска Опять же Диск хорошо сделан Картонная оболочка А здесь Обычный бокс И диск Ну кармашка Крутой Кармашка Крутой Кармашка Я люблю такие вот экшены На самом деле Экшен Прямо экшен Нет Про этот фильм Я тоже Могу сказать Что Я его еще ждал С трейлера Потому что Посмотрел трейлер Мне понравился Вот И фильм абсолютно Не разочаровал Вот эта Лысая морда Лысая морда Она там В этом фильме Замечательно себя ведет Вот Ну Что еще могу сказать Нет Фильм сам себе Вообще классный То есть там много Хороших моментов Но конечно Самый наверное Такой шок момент Для меня там был Самый неожиданный Я даже не помню Спойлерили ли его В трейлере Надеюсь что нет Потому что это Это был классный момент Когда они сидят за столом Помнишь Я уже даже не Не помню С чьей-то там Женой или девушкой А Да И она что-то Начинает там Балаболить 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 И вот этот Лысый парень Травота Просто Достает пистолет И вышибает ей мозги Просто Тупо Покажись Мистер Дух Покажись Мистер Дух А вы что думали Аааа Ты чудо Люблю язвочек Простите Алло Кого Нет Простите Здесь Не трос Ошиблись Этого звонка Мы и ждали Моя любимая сцена Замечательная сцена Под ней можно отдыхать Вот Игорек отдыхает под взрывы Я отдыхаю под то Как людям просто Мозги вышибают Вышибают мозги Очень расслабляет Умиротворяет Позитив После этого сплю Как младенец Короче фильм хороший Качественный боевик Вот в этом фильме Так чтобы вот Дать ему еще Такую Последнюю характеристику Да Вот в нем бы мог сыграть Стэтом Вот этого человека В нем мог бы сыграть Стэтом Ну то есть Не то что утро приглашали Да А я имею ввиду Именно вот по Самому фильму Да Вот что он из себя представляет Какого плана боевик Он из себя представляет Вот это прям Стэтомский Стэтомский такой жанр Да Да Если вам нравится Такой жанр Такой боевик Опять таки Ну и с шуточками И с крутыми всякими Переворотами машин Там С взрывами С базуками Да Да То вот Отличный боевик Сейчас такого делают мало Это какой год Какой-нибудь одиннадцатый Наверное Или типа того Я уже не помню Десятый Десятый Да Ну то есть уже Уже восемь лет прошло Уже в общем-то Скоро классикой станет Хороший фильм Да Такой прям Знаете Какой фильм Без перебора Без намека На какую-то Женовыральность А просто такой На как будто Экшон Из Парижа с любовью Вышибаем Вышибаем Мозги Говорливым Женам С Девносто с седьмого года Ладно Это такая шутка Я ни в коем случае От не приветствую Но блин Сцена классная Фильм классный Да Все Давай дальше 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 позиция Фильм Он который мне опять же Очень понравился Я забыл режиссер Кевин Смит Фильм Кевина Смита Забыл Кевин Смит От режиссера Потрясающего фильма Догмы Джей Молочевого Боба Но до них Был такой фильм Клерки Черно-белый фильм Снятый практически В одном Супермаркете Классный фильм На самом деле Такой там Прямо малобюджетный Ну блин Там такой сценарий Такой юмор И спустя несколько лет Кевин Смит Снимает фильм Клерки 2 Офигенный фильм Просто там Вот такой Именно вот Пошлый юмор Как всегда Вот эта вот пара Молчаливый Боб Молчаливый Боб Да Молчаливый Боб Джей А Джей Молчаливый Боб Блин Ну вот нормально Все позабыл Класс Супер Это при том Что я не смотрел Клерки Ни первую Ни вторую К сожалению Знаю что Это ужасно Знаю Можете не говорить Давно собираюсь Но вот Ну никак не получается Хотя я обожаю Кевина Смита Я смотрел даже Всякие его Ну это не стендапы Наверное Ну что-то типа Стендапов Короче Вот Мне в шутке Его очень нравятся Но к сожалению Не смотрел Поэтому я сразу говорю Что мне про него сказать К сожалению нечего Вот Но знаю что Супер классика Давай продолжай Ну такой да Он такой пошловатый Такой юмор Ну как бы Есть смотри Джей Молчаливый Боб Это вот В таком же стиле сделано В принципе Джей Молчаливый Боб Обожаю Они обалденные Вот И я хотел бы еще Пару слов Об издании Это двудисковое издание От Вест Видео Я его купил У своего знакомого Димы Который работал На то время На складе Лицензионных DVD дисков Там кино Музыка Вот Я все Простил Дим Дим там Уже Вышло Клярки 2 Он говорит Да вышло Говорит Дим Привези пожалуйста Я у тебя его куплю В результате Короче Дима мне привез На халяву подарил Спасибо Диме Спасибо Диме Дима классный Дима классный Да Вот Это двудисковое издание Это девяточки? Да Первый диск Второй диск С дополнительными материалами Двухслойные Куча допов Все переведено на русский язык Рассказы о съемке Неудачные кадры И так далее Тому подобное В общем Куча на самом деле Классной информации о фильме Вот я знаю что сейчас вроде как бы Кевин Смит работает по моему на третьей части Или собирается работать на третью часть Я прям очень хочу посмотреть В общем фильм классный Смотрел он его наверное раз в шесть Я знаешь что слышал Что вроде как Джея и Мучилева Боба собираются продолжение Вторую часть? Вроде как Блин круто Ну не знаю может это конечно слух Надо возвращать Я уже несколько раз слышал Надо возвращать персонажа Они крутые Я кстати вот вспомнил еще Что когда я смотрел Стендап его Собственно говоря Присутствовал и Этот самый Джей Там тоже присутствовал У них там конечно шуточки Шуточки Вот в стиле Самой этой вагиной Я управляю там Или как там Ну вот здесь Здесь прямо вот такое Там особенно прямо Есть вот моменты Очень крутые Не буду говорить Ни Шурик ни Лам Посмотрите В общем Нравится Джей Мучилев Боб Нравится фильм Догма Посмотреть стоит Отличное кино Замечательное фильм Очень хорошее Когда нибудь я посмотрю Обе части Ну не знаю Пошловатенький Такой прям Я так и люблю Следующая позиция Фильм Который я не смотрел А что ты его притащил? А потому что У меня есть коллекция Супер И я о нем много Что слышал Я его смотрел Лабиринт Фауна Блин Ну это фильм Дель Торо Единственное что я могу Сказать Что фильм хороший Ну точнее как Единственное Смотрел я его Очень давно Помню что Очень атмосферный С офигенным Вот этим вот Товарищем С Фауном С самим То есть он Когда появляется Там В первый раз Там можно конечно Икру пометать Немножко под себя Кирпичики полезные Нет Сделан он очень здорово Смотрится он интересно Вот То есть как бы Как бы сказать-то Те кто Не любит даже Особо всякие Такие страшные фильмы Там ужастики и прочее Вот у меня вот есть подруга Которая вообще не любит Это дело Но Лабиринт Фауна Ей очень нравится Потому что Это больше чем Чем вот просто Какая-то Пугалка Скажем так Это такой фильм Мрачная фэнтези Он такой Скажем так Ну Готический Не супер простой То есть он такой Стоит посмотреть С смыслом Да Фильм хороший Вот Опять-таки Давно смотрел Не буду рассказывать Каких-то прям подробностей Потому что уже слабо помню Но помню вот этот Один из самых таких моментов Это когда Этот монстр Там есть такой монстр Который Вот так вот делает руки И у него здесь Из ладоней Типа глаза Вот А, да Видно в трейвере Вот сзади А, вот Я думаю, что На камеру будет не видно Вот здесь есть кадр Вот, короче, фильм классный Вот Я не готовился к этому видео Я не освежал в памяти Так сказать Сюжет Но помню, что Блин, ну если он мне понравился Вот Я ему там На кинопоиске Восьмерочку Или девяточку ставил Как сейчас помню Ну то есть фильм хороший Реально Стоит посмотреть Вот Интересно, что у тебя в коллекции Есть фильм, который ты не смотрел Да, я его не смотрел Я обожаю Гильерман Дель Торо И Хеллбой Первого И Второго И Допустим В сравнении Недавний Багровый пик Может, конечно Не тянет до его Каких-то шедевральных Багровый пик Я уже был Я его с этими С Багровой рекой Или как там называется Не, ну Багровый пик Он такой Мне Багровый реки Очень нравился Багровый реки Жанро Багровый пик Он вообще Чем-то напоминает Знаешь, такую стилистику Сонной лощины Фильм неплохой Но как бы Сонную лощину я, кстати, люблю Сонную лощину офигенно У Дель Торо Как-то были поинтересы Фильмы Ну Мы сейчас и не о нем Так что Да Так что Лабиринты фан Вот Шурик совет Ну нет Фильм хороший Но я думаю, что Из тех, кто Этот ролик смотрит Наверняка тоже Большинство его смотрели Все-таки он тоже Уже не новый И супер-мега-известный Так что Хороший фильм Ну ты-то смотри Не, ну надо будет Надо, конечно Я все собираюсь Но я собираюсь Ну вот у него интернет Отключит на три дня Он посмотрит Точно Я добирался до фильма Братья Гримм Сколько добирался Не знаю Мне кажется Пару лет Году два А то и три Потом посмотрел Я ему говорю Игорек Я посмотрел фильм Братья Гримм Значит Там, где Моника Белучи Еще играет Моника Белучи Я очень люблю просто Моника Белучи Моника Белучи Вот И говорю Ну классный, говорю Такая Типа как фэнтези Такая страшненькая Плюс там играет Мэтт Дэймон Мы опять перешли Ну ладно Ну что Перешли Короче Там Этот играет актер Как его зовут Мэтт Дэймон Нет Мэтт Дэймон Понятно Это главная роль Второго тоже не важно Я вообще хотел про другого сказать Того, который Играет Королевского Мучителя Скажем так Там Есть типа Там нехороший король Какой-то И у него в подчинении Есть такой палач Ну не палач А человек Который В пытошной работает Пытает людей Вот его играет Офигенный актер Который играл В побеге из тюрьмы Абруцци Итальянец Помнишь Я не помню Как его зовут Я думаю Что мы тут Может фоточку Какую-нибудь Где-нибудь Тут Или тут Ставим Чтобы просто Поняли О ком речь Короче Он там Классный Сцены с ним Замечательные И мне очень понравилось В этом В дубляже Как его озвучивали Его там озвучивали С таким С акцентом Таким Короче Прикольно Они Пытались Ослепить Ковальди Выдумками О деревьях Людоедах О волках Которые Летают Я напряг Свою логическую Мозг Генерала И теперь Мне кристально Ясно Я совершенно Ни в чем Не виноват Это все Они Они Виноваты Гримми Блин Короче Мы рассказываем Про Лабиринт Фавна И в итоге Рассказываем Про фильмы Которых здесь нет Лабиринт Фавна Лабиринт Фавна Хороший Братья Грим Посмотрите Отличный фильм Мне очень нравится И вы здесь нет Переходим К следующей позиции Следующую позицию Позоветовал мне Шурик Да Было дело Это точно Это фильм Майкл Бэя Сейчас Майкл Бэя Как бы Не особо любит Я его сам не люблю Трансформеры Черепашки Черепашки Не знаю Мне первая часть Очень понравилась Вторую не смотрел Ну так Но Трансформеры Начиная со второй части Это какая-то дичь Первая мне еще как-то нормально Дальше все Ну это мое личное мнение Но В свое время Майкл Бэй Снимал потрясающие фильмы Как Плохие парни Первые и вторые Подожди Это он снимал? Плохие парни Плохие парни Первые части Мои любимые фильмы Кстати по телеку Показывали Вчера или позавчера Обе части Шикарные фильмы Причем это он снимал Плохих парней Когда у него типа Ему давали маленький бюджет И он пытался сделать фильмы Как бы при малом бюджете Ну особенно первый фильм Там в принципе вообще Маленькие бюджеты Фильмы Второй там конечно Я помню Все разнеслось Там мэш на погоне На машинах Все дела Обе части классные Фильмы классные Потом он снимал Пьер Харбор Пьер Харбор я не смотрел Ты смотрел? По-моему смотрел Ну да Там проект Ну да 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 Это же типа Вторая мировая Да Там налет этих Японцев на американский Смотрел конечно Пьер Харбор И также он снял фильм О котором сегодня Пойдет речь Это фильм Остров Эван Макгрегор И Скарлетт Йоханссон Мне фильм очень понравился Отличная фантастика Такая научная Научная фантастика С хорошими актерами Хорошим сценарием Там еще И Играет также Шон Бин И Стив Бушами Обожаю Стива Бушами Он очень крут Научная фантастика Может немножко загнул Ну Скажем Это просто фантастика Я бы сказал Потому что здесь Ничего такого Супер пупер то нету Клонирование Ну да Но фильм правда хороший Фильм отличный Я бы правда не сказал Что он Супер Скажем так Многоразовый Что его можно Пересматривать Пересматривать Пару раз Пару раз смотреть можно Не, фильм хороший Извини я тебя перебил А не, я в принципе Уже все закончил На самом деле Фильм хороший Фильм хороший Да стоит посмотреть Он знаете Из тех фильмов Где Вообще есть такая Целая плеяда Таких фильмов Где Все начинается с того Что главный герой Не совсем Представляет себе Так сказать Где он находится И что с ним происходит Скажем так Он считает Что это все Благо И так далее Ну он считает Что все это Как бы То что ему говорят Да А в итоге Все это переворачивается И все совершенно не так Да Кто любит Вот такие сюжеты А их море Американцы вообще Обожают такое снимать Вот Так что Кто любит Такие ходы И кто любит Такие вот Красиво снятые Боевички Такие Экшены Да Вот Ну блин Тут Скарлетт Скарлетт Йоханссон Играет Кто не любит Она то милашка Кто не любит Скарлетт Йоханссон Тот не я Вот Короче рекомендую Крутофель Да Так И последнее место Занимает Сразу три фильма Последнее место Три части Как ты мог это На последнее место поставить Три части Хотя У нас же не только Я же просто Больше как в фейдном порядке Просто сказал Последнее место У меня же сердечко Прихватило Не-не-не Не в этом плане Фильм отличный Приключения Фэнтези То что Дало толчок Таким вот Фильмам Про пиратов Знаете почему Ему очень нравится Этот фильм В том числе Большой секрет Правда Игорек никому не рассказывает Но там играет Кира Найтли О Кира Найтли Да Кира Найтли Это просто С институтских времен Вот этот человек Балдела Кира Найтли Если бы он ее встретил Не дай бог Для Киры Найтли Что было Если бы он ее встретил Где-нибудь в Москве Не Меня поймал бы Ее бы охранник И отмутал Не Она бы Знаешь Знаете точнее Очнулась бы Через трое суток Где-нибудь У Игорька Там В Медведково С обручальным кольцом На пальце Вот Потому что Это вообще Это он сейчас Такой скромный парень Он мне про Киру Найтли Там такое задвигал Я помню С временем Поставил вот этот фильм Потом поставил с ней в доме Ну Ммм Шикарно Ну все Ну вы видите Человек все Поплыл В общем Это фильм Пирата Корейского моря Не На самом деле Тут не только Киры Найтли Тут просто Это же Это пик Вообще Джонни Деппа Пик Джонни Деппа Он сейчас уже немножко На спад пошел К сожалению А это Это прямо пик был Когда Там такая роль Там Он такой прямо Харизматичный Самый Манерный пират В истории Кинематографа Там актер вообще Хороший Джеффер Раш Джонни Депп Аланда Блюм А у тебя тут Сколько У тебя У меня тут три фильма Три части Три фильма Три части Это Проклятие черной Жемчужины Сундук Мертвеца И на краю света Вот на краю света Это третья На краю света Это третья Играет там еще Чонни Факт Я ее не смог досмотреть Ребята Скучно Да Вот Первые две части Прекрасные Просто Причем я начал смотреть Со второй части Я помню Меня Друзья пригласили В кинотеатр На вторую часть И первую я не смотрел Вот И я как-то так относился Думал это что-то Какие-то детские там фильмы Давай только Чтобы не закрывать тебя На камеру Вот Я думаю это Ну такое что-то Типа что Ну детское что-то Вот Сходил значит в кинотеатр И просто Прям зафанател То есть этот Сам этот пират Это что-то с чем-то Значит этот вот Манерный парень Этот Ну супер Он там шикарно сыграл Единственное что хочу сказать Что Джонни Депп Как мне кажется Вот Он Этот образ Который он там придумал В этом фильме В Пиратах Карибского моря Он его потом Не отпускал вообще Он его за черт Перетащил в другие фильмы Одинокий рейнджер Да Зачем Он там очень похож на него Зачем Вот эту повадку Если ты актер И как все раньше думали Вот Десять лет назад Все считали что он великолепный актер Все от него фанатели Считали что это просто вот Из Такого Из этого поколения Это один из лучших И сейчас вдруг Ну это уже К фильму не относится Тем не менее Он сейчас уже как-то На убыль пошел Типа как Все говорят Скатил Я так не буду говорить Что он скатился Не буду так говорить В принципе Ну Я до сих пор считаю Что он хороший актер И так далее Но Зачем он точно Такую же Ну в другой роли Типаж Такой же типаж Мне непонятно Если он хороший актер А мы исходим С того что он хороший актер Хороший актер Вот Ну ладно По поводу пиратов Еще раз А то я опять от темы отошел Замечательная первая и вторая часть Просто великолепные Не знаю там Причем не достаточно длинные Но Да Они там по-моему Где-то 2 часа или 2 Даже с лишним Не скучаешь совершенно Вот Смотрится на одном дыхании Третью часть Я С вожделением Таким начал смотреть И не осилил Почему я по-моему Там дошел до того места Где тоже вот типа глючит И где Где огромное количество Этих маленьких джеков Воробьев бегает Это же третья часть Да Что-то он там То ли под каким-то наркотиком Я знаю что там Есть сцен на корабле Когда там это Такие же бегают Вот они бегают Вот Они вроде маленькие Там если память не изменяет Да нет Ну ладно Может я не помню Но факт то что вот С этого места Я к сожалению Не осилил Может быть когда-нибудь Я смогу посмотреть Тем более же еще часть есть Да Еще две части Две Ооо Я думаю там все не очень Я на четвертую часть Где он играет Пенелопа Круз Ходил в кино И она мне кстати понравилась Мне понравился первый фильм Мне понравились Неплохие 3D эффекты И мне понравилась Цена в кинотеатр 150 рублей на 3D фильм Нормально Ну короче Первые две части супер Ну это чисто от меня Вторая без оценки Потому что я ее не досмотрел Не имею права поставить оценку Хотя То что я его не досмотрел Уже говорит о том Что не очень вроде как Ну да Но первые две классики А пятый фильм Я честно говоря Посмотрел в конце Чтобы было скучно Не знаю Может просто стоит Пересмотреть еще раз Но его здесь нет У нас только 3 части Вот Три классические части Скажем так Просто Напоследок скажи Типа Что бы ты поставил Первую, вторую, третью части По десятибальной Я думаю Это будет достаточно Первые по-любому Десять из десяти Второе Ну будет восемь из десяти Третий Семь А я бы так А я бы наверное Ну Третий без оценки А вот наверное Первые две Я бы наверное даже Может быть я странный Но я бы наверное даже Первый бы дал Наверное Восьмерочку А второй бы дал девяточку Может быть потому что я Начал свое знакомство Со второй части Но помню что мне Она просто безумно понравилась Это же там Самое начало Где его По острову тащат И Какие-то дикари Там Привязывают его Там чуть ли не жарить его Собирались Как раз Джека Воробья Это начало второй части Если не память не изменяет Да Вот Короче Мне очень нравится Можно сказать Но по-моему Да Вот Ну Давно смотрели Да Давно смотрели Ну короче Это классика Тут тоже ничего особо Не скажешь Джонни Депп молодец Кира Найтли Крошка Игорек ее любит Она классная А кто там еще был? Джеффри Раш А нет Там же этот Как его? Орландо Блум Орландо Блум Ну Орландо Блум Я не сказал Потому что прям Ну его девочки Я с ним смотрел фильм Но Там его хорошие Его любят девочки Вот Ну и Джеффри Раш Отлично Ну что Ладно ребят Все На этом наверное все Надо заканчивать ролик Вот Я думаю Что это будет Не последний ролик Из моей коллекции Может кому-то вам понравится Я все знаю Ребят Если вы это Осилили посмотреть Вот Вы Как-то Дайте нам знать Напишите комментарий Вот У нас Подписчиков мало Нам очень важна Просто реакция Что хоть кому-то Это Где-то Если у кого-то В душе Откликнулось Кому-то было интересно Вы уж Уделите пару секунд Напишите Может быть У вас есть Какие-то идеи Что еще по поводу Именно Фильмов Можно снять Ну короче Не стесняйтесь Что-нибудь Напишите Вот В общем смотрите Ставьте лайки Дизлайки И подписывайтесь На наш канал Да Все Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok